11 сентября в 14 часов на пульт службы спасения поступил сигнал о крушении пассажирского поезда на железнодорожной станции Даугупилс, в результате которого один вагон сошел с рельсов, а во втором начался пожар. Кроме этого, во время происшествия была повреждена цистерна, в которой находилось химическое вещество. По предварительным данным, в момент аварии в вагонах находились 50 человек. Первыми на место катастрофы прибыли спасатели из спецтехника Латгальской региональной пожарно-спасательной службы. С этого момента был дан старт спасательной операции, которая прошла в Даугупилсе в рамках масштабных международных учений неотложной медицинской помощи Латвии, Литвы и Республики Беларусь при активном содействии всех оперативных служб страны, военных и работников Латвийской железной дороги. Оперативность и слаженность в работе латгальских спасателей отметили все присутствующие на учении наблюдатели. Ни одной минуты не было потрачено впустую. Пока одни проводили работы по ликвидации утечки химического вещества с поврежденной цистерны, другие, оценив ситуацию, приступили к эвакуации потерпевших, находящихся возле вагона и внутри него. Спасателям потребовалось всего лишь несколько минут, чтобы оказаться там, где находились десятки людей, умолявших о помощи. Первые бригады медицинской помощи на место крушения прибыли через 8-10 минут после поступившего сигнала. Временный госпиталь развернулся в нескольких метрах от места аварии поезда, в котором медики в первую очередь проводили сортировку потерпевших, то есть определяли степень тяжести полученных травм. Это позволяет избежать случаев, когда человек, находящийся на грани жизни и смерти, медицинскую помощь может получить не своевременно. Пояснила начальник медицинской службы МЧС Республики Беларусь Тамара Волханович, наблюдавшая за работой международной команды медиков. На данную минуту все идет отлично, очень впечатляющая картинка, реальная ситуация, как будто бы она реальная. Сортировка произошла правильно, на мой взгляд, и сейчас профессионально оказывается помощь. Скажите, пожалуйста, случай тяжелый? Ну, случай просто как бы не бывает. Сложность этой ситуации в том, что пострадавших много, и в данной ситуации нужно определить, кому нужно оказывать первую помощь, кому нужно оказывать помощь уже отсроченную. А что самое сложное, вот с точки зрения, может быть, эмоциональной для медиков? С точки зрения нужно сохранять самообладание, наверное, и заниматься той работой, которой ты занимаешься. Команда литовских медиков в аналогичных международных учениях принимала участие неоднократно, поэтому они по праву называют себя ветеранами. Но честно признаются, что им есть чему поучиться, что является самым сложным для медика, оказавшегося в такой ситуации. Ну, приходится сочетать в данный момент не только белый халат, но и какие-то спасательные навыки, чему мы раньше, может, не так умели, а сейчас вот пытаемся все объединенно учиться. По словам Игоря, эмоции уходят на второй план. В противном случае выполнять свой профессиональный долг было бы невозможно. Мы не имеем права дать слабину, когда речь идет о спасении жизни людей, подчеркнул Игорь. В этот день роль потерпевших исполняли сами медики и студенты Дагубовского медицинского колледжа. Большинство из них работы оперативных служб оценили положительно. Пожарные я как участвовал, как меня выносили из вагона. Очень быстро, хорошо, аккуратно вынесли. Все замечательно. Медики как бы тоже все очень культурно, хорошо и быстро. Как бы все продумано и организовано, и работа всех служб как бы на высшем уровне. В такой ситуации очень тяжело работать. Но когда команда слажена, я думаю, так далеко. А что самое сложное вообще для человека? Наверное, справиться со стрессом очень тяжело, когда видишь боль других людей. Однако были и слышны нарекания в адрес медработников. Очень плохо. Страшно? Страшно. Скажите, пожалуйста, как оцениваете действия медиков? Бросили меня. Участие в международных учениях приняли и военные, перед которыми стояла задача обеспечения транспортировки в Дагубинскую региональную больницу тяжелораненых на вертолете Управления погранохраны Латвийской Республики. Следует отметить, что впервые во время таких учений был использован беспилотный аппарат, с помощью которого велось постоянное наблюдение за происходящим с высоты птичьего полета. Такое оборудование было использовано впервые за всю историю проведения международных учений в странах Балтии. За работой оперативных служб очень внимательно наблюдали высокопоставленные государственные лица, которые высоко оценили их профессионализм. Все службы, которые есть в Латвии и соседние страны тоже очень гармонично вместе работают, чтобы в возможности быстрее решить вот такую довольно-таки серьезную катастрофу, которая имитация сегодня была. Аннис Матис убежден в необходимости проведения таких масштабных учений не только в Рижском, но и других регионах, где нет такой концентрации подразделений оперативных служб, как в столице. Долгопилс – это очень важный железнодорожный узел, где, я думаю, самый большой узел, где обработываются грузы из Литвы и из Белоруссии. И здесь, конечно, очень много и химических веществ, и других грузов. А это значит, что и железнодорожники, и оперативные службы, и военные, и муниципальные структуры должны быть готовы и способны организовать спасательные работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, подчеркнул мэр города Янис Лачбрисис. Координация этих всех действий между собой очень важна, хотя бы начиная с того, что руководители служб получают личные контакты и обращения одному к другому, и вырабатывают практические навыки. Если перед нами будет стоить по закону задача размещать людей, пострадавших во время массовых аварий, то где их размещать, как их размещать, чем переводить, и все эти организационные вопросы должны быть решены. Я очень рад, что по инициативе Министерства здравоохранения и Арсту Бедрибос, но здесь действительно участвуют все службы, и это очень важное учение для города. Оценивая работу структур МВД, министр внутренних дел Рихард Козловский также отметил высокий профессионализм работников всех оперативных служб. Как вы думаете, трагедия в золоту нас чему-то научила с точки зрения именно служб оперативных? Я думаю, что это, к сожалению, трагедия нас научила к тому, что мы должны серьезно готовиться к таким возможностям, потому что, к сожалению, как мы знаем, наша страна не только уникально это происходит, к сожалению, во всем мире, но и это есть цель, задача, чтобы это было все оперативно, и чтобы тех, которых возможно спасти, мы смогли бы спасти. О чем-то конкретно говорить еще рано, но ошибки, конечно, были. Другое дело, что они не столь значительные, чтобы ставить под сомнение профессионализм наших оперативных служб, отметил руководитель отдела Латвийской железной дороги по чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий. Многие говорили, что слишком поздно приехала полиция. Нет, мы реально прорабатывали. Это было реально, это не было такие показательные, но это реальные учения, потому что у нас реальный сигнал, реально через 1-1-2 получили, все это реально шло. Я уже сам начал нервничать, но это прошло 6-7 минут. Это нам кажется при больших катастрофах, кажется, минута, кажется, как час. Оказывается, прошло это время совсем по-другому. В борьбе за жизнь человека побеждает тот, кто обладает знаниями, навыками и самообладанием. И глядя на наши оперативные службы, появляется уверенность в том, что если что-то, не дай бог, и произойдет, эти люди тебя в беде не оставят.